Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу. В столице состоялось одно из самых престижных светских мероприятий. Бал дебютантов журнала «Татлер», пристального внимания и критических отзывов удостоилась Яна Рудковская, причем сразу по нескольким причинам. Накануне, 18 ноября, в доме Пашкова под звуки вальсов и полонеза кружились юные дочери известных россиян. Поддержать их пришли родственники и представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталось в стороне музыкальный продюсер Яна Рудковская. Гламурная дива явилась в роскошном светлом платье с огромным шлейфом, украшенным перьями. Яна привела с собой шестилетнего сына Александра. В сети раскритиковали Рудковскую. Дескать, платье для такого выхода нелепое. Продюсер будто решила затмить всех вокруг, что недопустимо для подобного мероприятия. Привлекли к себе внимание рэпер Тимоти и его избранница Анастасия Решетова. Для манекенщицы этот выход в свет оказался первым после рождения ребенка. Фигуристая Анастасия предстала перед публикой в декольтированном черном платье, подчеркивающем аппетитные формы. Впрочем, гид тоже досталась от пользователей. Они сочли, что модель могла бы выбрать наряд и поинтереснее. Что касается форм, то родившей Анастасии Решетовой не уступила 21-летняя внучка актера Михаила Боярского. Эффектная блондинка появилась на паркете в сопровождении именитого деда, отца Сергея Боярского и бабушки Ларисы Лупиан. Скромный наряд не скрыл богатство. Екатерина. Традиционно появилась на балу Тима Кандилати с дочерью Меланией. Телеведущая отдала предпочтение красному атласу, чем выделилась на мероприятие. А вот ее наследница выбрала светлое закрытое, но короткое платье. Марию Кончаловскую сопровождала ее мать. Актриса Любовь Толкалина. Обе были в золотистых блестящих нарядах. После того, как наследница артистки переехала в Санкт-Петербург, они стали еще ближе друг к другу. Не пропустила мероприятие и следский хроникер Бажена Рынска. После трагической смерти медиаминеджера Игоря Малашенко убитая горем вдова затралась в доме и лишь спустя месяца начала показываться на публике. В конце зимы у Бажены появится первенец. Дочь ей родит суррогатная мать. Украшением вечера стали любимые женщины-певца Александра Малинина, жена Эмма и дочь Устине. Они не впервые посещают бал. Семья живет в Германии, но часто бывает в России. Отметились здесь отец и дочь Стриженова. Александр вывел в свет Сашу, которая выбрала светлое платье с черным бархатным поясом. Темные волосы девушка убрала в высокую прическу. Почему их не сопровождала мать, популярная телеведущая Екатерина Стриженова, остается только догадываться. Другие фотографии, которые мы не успели показать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Я притворяться не хочу, не умею и не буду. Волочкова откровенна о романах с женатыми. Кто захочет слушать пустые песни, пожилая женщина. 55-летнюю Бетлицкую разнесли в путь и прах. Она пожалеет. Враг у Ольги Бузовой предрекли провал. А русский муж будет. Отвенчанные с армянином и евреем Пугачевой потребовали покаяния за грех. И многое другое. Продолжение следует... Продолжение следует...